всем здорово и так продолжаем нашу рэйчел фостер у нас седьмой день предыдущей серии я закончил на том что там полтергейст короче пришли какие-то обнаруживать или вернее охотники за полтергейстом и не кого-то там увидели сбежали оставили всю свою аппаратуру я не знаю зачем я открыл тут версия ее увидел я ее открыл я так понял это для для какого-нибудь шорт катика куда-нибудь быстренько спуститься чтобы точно не могу сказать и так день 7 начался у нас здесь каким-то чудом рождество непонятно каким и это немножко мне смущает как она здесь появилась а и там что-то было до давненькое у нее уже играл после не раз записывал там что-то типа это где девчонка которая покончила с собой она походу осталось здесь где-то обитать под видом духа и батя как бы с ней мог общаться ну да ладно узнаем попозже наверно сейчас что это за елка ты еще здесь где еще мне быть сегодня сочельник какой сегодня день осочельник джошь ебаный дома я ничто не про меня удивительно привлечен николь в далеких горах ирвен не говори что сидишь на линии только из-за меня иди обещаю до конца ночи я не буду лезть ни в какие неприятности я уже сказал я буду с тобой пока ты во всем не разберешься спасибо чувак ты всегда это делаешь что именно беспокоишься из-за каждого отчаявшего знания конца что стучится в твою дверь это не про тебя он сказал ты не незнакомец ебать ну что за перевод мы никогда не встречались ты пытаешься мне что-то сказать мы никогда не встречались вообще никогда не встречалась ирвен я даже не могу представить себе твое лицо ты была неотъемлемой частью этого места самого своего рождения ну я думала что оставилось это позади возможно мне еще нужно многое сделать чтобы по-настоящему освободиться прогресс налицо два дня назад ты бы у меня заживо освежевала за то если бы я назвал тебя деревенской барышней наверно я стал тебя бойскаута может быть я как раз сейчас нож тачу вот давай шуткану а с чего ты взял что я не тащу свой нож в эту зомовую в том случае я рад что мы просто говорим по телефону слушай это устройство это правда телефон больше похоже на память с детской рации или фибриллятор это настоящий телефон не поверь мне через несколько лет такие будут у всех думаешь мне проще поверить призраков чем представить что человек согласился повсюду таскать с собой телефон куда бы он пошел я я рад что у нас он есть иначе я бы с тобой не познакомился ты придать замучил я тоже рад что ты здесь помогаешь мне что же очень рада что здесь пару дней назад у меня бы язык не вернулся такое сказать может быть когда все это кончится мы могли бы мы я ты мы поживем увидим хотя должна признать я уже не представляю каково это нихуя как так быстро аналогично но подожди секунду никуда не уходи ладно честно говоря никогда не думал что вот так будут проводить рождество прости на меня опять нахлынули воспоминания и ты чуть не стал свидетелем нового эпизода жизни никого любился кону рождества отдельное время для путешествия полно воспоминаний да это уже это понимаю да вот что я испытывал в конце всего какое-то странное тепло потом все кончилось рождество восемьдесятом году мы с мамой были у тети били макси а леонард был здесь один пока делал вид будто мне нравится тетин свитер и она не год спустя она убила себя и своего нерожденного ребенка надо так такие дела это то что я помню это у тебя этот звук это у тебя нет о чем ты говоришь какой-то звон нет я ничего не слышу нихуя не хочу проверять ты чё нет где так я решился так мне не показалось что я определенно что-то слышала это санта летит блять что санта на своих санях у оленей колокольчики на шее так давай что мне там нужно список дел хорошо мне нужно идти по звуку да так звук отдаляется вроде все пропал полностью что мне нужно проверить где он звенел странно опа давай я все думал о том как сказал что род был познакомиться с тобой я просто пытался придумать как лучше это сказать я чувствую тесную связь с тобой книги боже что за чушь я несу я не понимаю что ты говоришь продолжим оседу в другой раз это очень мило но давайте продолжим эту беседу в другой раз я хочу быть с тобой как-то помочь а так лишь бесполезный голос динамики поверьте сейчас я бы сама была рада чтобы кто-то был рядом знаете люди ведь и могут связаться по разному на секунду я пытаюсь понять что это за шум она я понимаю что наверное немного переборщил прости я был он и не иногда и ревен пожалуйста помолчи спасибо слушаем мы к этому обязательно вернемся не сейчас мне нужно кое в чем разобраться откуда я ничего не слышу ладно до скорого так задрал мне теперь нужно прислушаться что там где там у нас тарахтить звенит санту искать что ли оба так и кстати правильно шел по ходу до правильно куда-то сюда это здесь какие-то штуки дрюки телефон вот же лежит какая-то шняга с колокольчиком это не но думаешь 1 рядом где-то с чем-то пойдем сюда сходим вот она где-то вот здесь музыканты это музыканты стопудово а ну-ка лонли тот и все и достанет свою жжок для дена прям зашкаливает у меня прям стрелка закинается для те же ебать кто-то срет снимал какой-то нашла что-нибудь больше этот звук не слышу когда сидишь там полно 90 не просто держать себе руках может быть ты прав надо здесь все дезинфицировать сжечь хуя наверно может быть ты прав как знать но это было так похоже на то что я помню пока лучше об этом не думай если звук вернется мы постараемся во всем разобраться знаешь какой-то момент мне было даже приятно думать что прошлое может вот так вернуться мы всегда устраивали праздник 23 декабря может быть ты об этом слышал это было достаточно большие события для всего круга звучит здорово жаль ты не видел танцевальный зал тогда могу себе представить она не ходит не двигается если не раз когда семья рыча была здесь преподобный фостер был не такой как обычно а твои родители моя мать глаз не могла отвести от леонарда а он я видел как пристально он смотрит на ту девчонку она говорила и двигалась с изяществом с уверенностью взрослая женщина не было платье с бантом на спине она была так красиво самосовершенство вот я перед нами разворачивалась начала страшно трагедия мы открывали шампанское некий я прости меня тут что-то совсем ностальгия одолела так мы все этот звук не слышу он сейчас пойду осмотрюсь еще разок и ложусь спать быть осторожней так это получается елку я сам себе сварганил да сама себе сварганила получать опа как быстро дни закопали кем для 88 сукасранных дней тусоваться в отеле в котором что-то звучит еще и нашел видеокассету спут с полтергейстом там эти охотники за привидениями пришли это просто жесть я не знаю я класс не замкнул наверно огромнейший домино посреди гор ядрать это это что такое я не могу взять ни фонарь не этот ничего ничего не читает как я тут оказался срань господня ноты орган какой-то орган это пианино обычно где его трубы если это орган ладно погнали отсюда нахер как я как нормально так отметил сочевник или что но там рождество прибухнул молясь больше чем нужно санта меня сюда закинул рождество кстати не знаю как у них там в америке на рождество санта приходит и сразу и рождество или это два разных праздника как у нас наш новый год а потом рождество как у них там хер простыше так что возможно это один тот же день санта так надо похавать бобов дать это точнее это не песочница человек так заданец и надо вернуть заданица нету что вообще происходит пошли назад вернемся в отель свою комнату карту не могу достать что за жесть осматривать куда идти может пойти за телефоном сходить на херни забрали у меня карты сейчас заблужусь к херам собачью хотя ладно давай выйдем сюда в центр поход центр потом направо я уже помню через столовую кофе или ресторан или что это что вообще происходит по моему сюда до сюда здесь будет зал ночь погода не изменилась да не надо позвонить этому чуваку забрали мне все смотки может надо было в цирк в церковь куда-то идти а я сразу свалил оттуда если что тогда сейчас вернусь быстренько от телефона нет что происходит короче наверное не туда пошел я сразу сразу убежал надо было смотреться в церкви давай короче сейчас быстро туда вернусь не записи так короче вернулся в церковь что-то здесь не хера я уже кружочек мотнул решил показать что опа бутылка и все бутылкой все решил все-таки показать что я здесь побывал и здесь ничего интересного нет так что мне придется сейчас отправляться по всему сука странному этому отелю и найти место в котором должны происходить события я не знаю как это сделать потому что можно обойти весь наглухо весь отель и только в последний момент я найду то что мне нужно и этому на это можно потратить и не знаю полчаса или больше поэтому я не за я наверно выключусь запись приостановлю когда что-то начнет происходить я сразу же сразу же тут же моментально все включу так что никто ничего не пропустит обещаю ладно увидимся так значит а тут я пробегал мимо рецепшена и увидел здесь увядающую розу лежащую над номером или 217 в полочке с надписью номера 217 больше нигде ничего нет есть увядающая роза 217 номер давай попробуем слетать туда посмотрим может что-то может что-то получится ведь я я пока еще не все обошел обошел только там подвал бойлерную и все остальное чем никто не звонит хотя бы позвонил бы не звонит не звонит как там правильно не суть давать 217 так туда достигает правильно сюда щелкает что-то клац и хер там чё да без эмоции удача роза не работает с этой стороны можно зайти попробовать здесь наверно уже 218 ну да естественно музей я музей сходим двери короче здесь на этом этаже никакие не открываются но нам сразу мне кажется на двери рука высветилась давай музей я так понял мне просто дали возможность пошарахаться по всему отелю страж ты посмотри суки я не совсем так выгляжу вот этот немножко похож на мне конечно став он ли я же став вроде но став он для это типа только обслуживающий персонал если чё это темно у меня нет ни камеры нихуя мир и ничего сторож это я здесь уже побывал помню ладно давай еще по брожу ибо я пока не знаю куда идти так где-то не то что только что что-то кто-то стучал не знаю где но сука меня мурашит по всему телу очкова немножко когда ты сука ходишь бродишь как бы она нагнетает реально нагнетает это тишина ты как бы начинаешь ощущать что ты находишься в одиночестве в каком-то заброшенном отеле заходил я только что к этим полтергейст ником там ничего не обнаружил абсолютно ни с чем нельзя повзаимодействовать и как бы этот факт тоже немножко влияет на состояние напряженности то есть ты понимаешь что здесь может бродить какой-то какой-то дух кого-то еще и подтверждение тому вот эти видеокассеты всякие ну короче немножко дрестаю есть такое есть такое почему я и не люблю хоррор потому что состояние напряжения это постоянное прям не могу но все равно я не не понимаю куда мне идти мне кажется должен сработать какой-то скрипт либо я какое-то время должен здесь полазить чтобы прям меня прям вообще напряженка жесткая схватила либо я должен прийти в какое-то место какое место я не знаю но сейчас попробую так завещание это мы по моему читали все какое место точно не знаю но по моему я там открывал подсчеты какие-то дохера за умные спички этим увидели уже вот здесь же я все разгреб правильно здесь я тоже был а здесь улики у нас появились какие-то новые газетные вырезки это по моему все я читал записочку декабрь 23 декабря 830 ну я думаю сработало что пойдем я здесь открыл дверцу пойдем сходим сюда нихера не понимаю почему я оказался в церкви что это за открывашка да здесь я брать я знаю что это за место хорошо хорошо вроде этот этаж я обошел весь полностью я не обошел там где 100 фон для ладно скоро увидимся нихуя смотрите что я тут обнаружил лазил лазил и обнаружил сука пятно какой-то как по мне так для руки это слишком огромная лапа прям чересчур возможно здесь эти какие-то бродят снежные человеки я не знаю но мне начинают немножко по наедать под над моей дать пузо надо наедать под надоедать короче начинает немножко потому что блять я не знаю куда что и как мне нет карты потемнело что как-то на карту ножом потемнело здесь я уже поладим все под посмотрел ничего не берется ничего не делается только пачка сигарет знать все не так уж плохо на сегодняшний день этот этаж я похоже обошел весь уже полностью то есть кто-то щелкаешь при щелкать может папа шнуру поэтому спуститься здесь есть какие-нибудь закавыки то есть кукну бы квестом головоломных что реально нужно подумать но тонн вот цикнул до телефон надеюсь вам было слышно что он за за ник на куда провод этот повел может надо проследить что он там как он там за ником еще дом доверь по моему от приоткрылась вот это вот но туда выйти нельзя я уже пробовал что она здесь давай заглянем что это было звук какой-то страны самом деле если я немножко говорю спокойным голосом то это еще не значит что мне мне хорошо и спокойно мне реально по мурашки по коже идут потому что я тут побродил уже более получаса и эта атмосфера мне просто удоражит можно так сказать ходишь всякие звуки там телефончик дзинькает набросок набросок грустного человечка куда я иду набросок церкви набросок дяди а вот девочка то даже какой-то что это такое сиська или школьный звонок что это такое куда я тут час выйду это понятно куда я вышел это понятно куда я вышел сука знаешь что у меня больше всего ну выходи подкумаривает что здесь вверх не будет ли такого что мне придется по этим лазом по этим всем туннелям от кого-то съебать вот этого я не люблю еще больше для меня это хуже всего это просто несоизмеримый страх можно испытывать когда ты от кого-то сваливаешь хорошо я помню откуда я пришел пойдем сходим теперь немножко вот сюда время получается немного затянется так как я не засекаю сколько там чего там будем бродить пока так а там вдруг что случится не знаю куда не знаю больше мне кажется я просто обязан я должен найти что-то там еще и средства всякие буайлер на здесь я побывал уже когда-то наверное дверь лет пооткрывал всякие да это здесь холодильник пошли сходим холодильник там же был у нас какое-то происшествие что он захлопнулся хер там открывается это дальше столовая вернее кофе там спуск вниз и не помню куда что вот это было сейчас за рука наш мигнула как бы чтобы взаимодействие какое-то произошло использовал ничего помогло а нет я ошибся это не то место которым я подумал немножко не то свинья написано на стене может давай папараше пошарахаюсь может здесь что-то найду как сайлент хилле фильме ляпает что-то там че мокрое мокрое а вандал а дик это дик это не пик хотя хер его знает зарисовали церкви цену стран странно я какой решил немножко поснимать вот это вот чтобы вы могли послушать и почувствовать что происходит он крест иисус когда уже запустится то что то что должно запуститься конечно вы кто там что там смотрит можете не почувствовать всего чего ощущал я потому что я пизда болю а я сидел в тишине сука в наушниках и вакуумных если чё то есть я шум плохо слышу вокруг который происходит через соседи сука громыхают там ремонт походу делают и гермейстер походу стоит доля и генеральный мейстер сука я шарахаюсь от звуков которые в игре происходят что победа над достоинствами еще и сука соседи мне там то уронят себе на палец бензопилота еще учета там знаю чем там занимается но ну вдвойне очков а тут говорю проникнуться атмосферы как тут проникнуться когда базарю поставим сыграть может на фортепиано версия это не открывается здесь я тоже уже бывал везде рисунок это тоже я смотрю может не может мне что но это же по ходу вот этот кофе хо которая вот он ладно что походил показал сам посмотрел ничего не получилось давай включить когда что-то получится так значит а лазил я тут лазил и нашел вот свой инвентарь я не знаю как его пропустил до этого я тут блять ходил уже раза два и чё я не не посмотрел как бы логически можно было подумать что я лег спать все вы выложил с кармана оказался как-то в церкви можно было да подумать но я чё-то сука не подумал об этом но не суть я короче нашел все-таки инвентарь зато я теперь практически наизусть для знаю весь этот отель куда чё там но самое страшное что мне пугает это что придется по этим лазом сваливать от кого-то это может просто если херню придумал и рынка счастливого рождества некий хоп-хоп-хоп для поздравления поздновато но я был к этому готов мне показалось ты зоны чтобы слушаю все порядке да то есть я так не думаю нет что случилось кажется я ходила во сне как 40 фильмах лора и когда пришла в себя я стоял посреди церкви перед аллоем часто такое бывает нет нельзя просто внезапно взять и начать ходить во сне такое случалось когда я жила здесь как-то раз я пришла в себя уже на улице был февраль ни один родитель не оставит двери открытыми если его ребенок ходит во сне я никому не рассказала дети и часто ходят во сне дело не в этом я уже успел обо всем позабыть и вот я возвращаюсь сюда и это случится вновь если это за этой цикле возможно это испроста иногда следовать своим инстинктам разумнее всего церковь меня пугает честно обосраться я пока не хочу туда возвращаться но я подумаю об этом да мне нравится некий мне нравится что ты зовешь меня некий роза все еще тут слива рождества некий и так значит сходим церковь и у карту не отдали блять инвентарь нахер я его тогда поднимал может я поднял только телефонную трубку сука и стоит наверно вернуться в церковь да раз уж она так сказала рано сейчас быстренько мотнусь может я я сука не обратил внимание чё чё так что это блять звуки конечно стрёмно и тут издаются раздаются не забрался инвентарь пишет у меня его нет нет ни карты ничего нет что пойдем сходим в эту церковь все таки надо что-то как-нибудь сходить как мы пойдем я сейчас подумаю церковь 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 довольно здесь это сейчас выйду в кухню так я думаю будет быстрее немножко вернее не в кухню а вот сюда короче потом мне нужно немножко не сюда вот так вот там давай мы сходим раз уж она сказала о привет я подумал быть может и не просто так там оказалось может быть тебя туда что-то привело значит не считаю что я сошла с ума в таком случае божественное межущество можно исключить значит и пришел к выводу что я не сумасшедшая я так никогда не думал по крайней мере в таком смысле ладно ладно в общем когда я думаю об этой церкви вспоминаю мать она часто помогала преподобному фостеру украшала зону праздником занималась сбором средств занималась подготовкой специальных стендов киоска в общем всеми силами старалась вовлечь каждого члена нашего общества в церковные дела я понимаю чем ты я думаю испытывала от этого какое-то удовлетворение что-то чего она больше нигде не могла получить том числе в гостинице сбор средств бога если ты была не сам высокого мнения своей матери но она была занята делами гостиницы а я вечно бегала за леонардом с ним была куда веселее чем с ней он был философом способным прочитать движение космических тел параллельно разбирая свой мотоцикл и все это меньше чем за полчаса что насчет нее за те же самые полчаса она могла провести ревизию баланса вот так деловая женщина нет я понял это уже потом пожив с ней бок о бок какое-то время мои маме необходимо чувствовать себя нужной в религиозном сообществе роде нашего люди без сомнения чувствуют и знают что они нужны людям ну вроде того такой себе диалог лишь бы занять время пока я сюда бегу давай что у нас на петре некий когда мы встраивали вечеринки мама всегда доставала красивые ленты украшения все такое она бегала туда-сюда в церковь и обратно я так и не поняла где она хранила все эти вещи не спрашивала он или он раз но она не хотела отвечать говорила что они в надежном месте настоящая тайна что-то были за украшение ничего особенного просто я обожала повсюду лазить и постоянно забывала смотреть на часы помню там была эта огромная дама второй повар миссис брайс как же она сердилась благоразумная девушка мне обещали показать тайны чулан когда я подростковно видимо я забыл о ней загадка тайного чулана неплохо загадка о чем ты говоришь ленад не умел хранить тайны но он рассказал мне загадку которая поможет мне попасть туда ты помнишь невероятно да что-то вроде вниз по ступенькам под ноги смотри тому кто рухнет конец ты себя береги зайти за угол обернись там твой пульт лежит перед тобой кому видишь суть вещей дверь нужную открою как я могу это помнить тоже я настоящая тайна хочешь сыграть я да мне нужно об этом подумать я понятия не имею что это значит если что-то пойму сразу позвоню сыграть на органе церкви без одиночки серьезно ты почему здесь не знаю наверное ты осталась на линии просто не заметила слишком смахит на ужастик призрак опера давай призрак опера я поклонница призрака оперы на нем уже много лет никто не играл моя мать не пережила бы увидеть она его в таком состоянии тебе след забрать его с собой и играть на нем в портленде я тебя пощажу вы лучше слушать как партовские кошки орут чем музыкальные потуги ну никогда не поздно начать все заново хотя я не считаю что это ваш полезный навык смысле игра на фортепиано да точно скажи это моя мать должен признать игра на музыкальном инструменте это действительно важнейшая сука как так можно быстро блять балаболи беда мама досталась же и дочь которая с большей радостью готова что-то там да но зато за того была рэйчел которая напомнила мне несколько насколько бездарна во всем что касается музыки посмотри как у рэйчел хорошо получается видишь она выкладывает всю душу она не может читать ноты но у нее прекрасный слух если меня плане музыки считали бездарности то рэйчел могла без труда уйдать импровизацию девятой симфонии бетховена не уж она была настолько талантливой куда я только сейчас начинаю понимать как же сильно я завидела продолжай искать продолжай искать что мне искать там надо ступеньки какие-то найти кто-то ломился в цирка какой-то долбаный урон турист отец решил ничего не закрывать чтобы этим гадом провалиться придется разобрать весь бардак до приезда дженкинса будь на чеку обычно такую погоду там никого не бывает но осторожность не повредит она ладно что если я разгадаю эту загадку я смогу наконец найти старую кладовую так там сказано что-то о ступеньках как мне вообще заново услышать указывать как правой кнопкой мыши как мне заново услышать эту загадочку потому что я уже все забыл давай побегаю с этой херню папа бабочка бабочка мне отведет все понятно все понятно давай-ка о чёрт давай-ка я наверно достану фонарик как раз я в чулан иду наверно ну запростенько бабочка показала куда идти хорошо что не надо будет лазить это дверь это не дверь это просто стена давай что у нас здесь чуланчики посмотрим коняка ты какого хэра кайдашься ретард ретард это предатель по моему да если не ошибаюсь книга рэчел течми таток за спичи торопим его кто-то плохо базарил книга рапунцель ну давай побазарь ну как нашла танцы на украшение нет никаких украшений все в порядке я нашла кое-что что тут тут словно кто-то сделал какую-то спальню мир и ты меня слышишь конечно да какая какая спальня расскажи мне что ты видишь хорошо я тут у окна не просто нарисованы на стенах книги ноты розовая кровать это похоже на детскую спальню не может быть никто не захотел бы здесь что это за место без смысле за какая-то никто бы не захотел здесь жить не конники я думаю тебе нужно немедленно оттуда уходить вас постой должно быть какое-то объяснение так все я звоню в головной офис билингси скажу что ситуация серьезная и тебя надо свой голос господи сути ирин это все вещи рэйчел понимаешь это ее комнаты копья и комнаты ты этого не знаешь ты не можешь знать как выглядела и комната здесь напоминает мнений дай мне смотреться я уверена я нашу какое-то объяснение новую-ка я держу красный телефон там я держи но пока не звони я должна разобраться в том что здесь происходит хорошо давай разбираться здесь у нас ноты это понятно здесь у нас как научиться разговаривать здесь у нас книга рапунцель белоснежка слепень пьюти спящая красавица и little red красная шапочка понятно все это что-то должно означать рапунцель красная шапочка белоснежка спящая красавица еще какая-то робот-тичер ни хуя себе какие у них игрушки были робот-тичеры у меня ее я блять детстве была вот это те игрушка ящик чем ты ушла туда ты не знаешь речи сейчас он не носила зубную пасту по пластину возможно помню была статья в которой говорилось что на месте самоубийство ее не нашли я помню и помню какой противный был звук когда она поправляла ее языком причем тут вообще пластин рейчел я нашла коробочку возможно она принадлежит ей зачем кому-то 10 лет хранить старую зубную пластину может ее не просто хранят используют коробки ничего нет не может быть я позволь я продолжу давай ключик я тут уже давно заприметил брид крамп это не слышишь нужно с кем-нибудь связаться тебе необходимо срочно оттуда вытащил нет я нашла ключ он от моей старой музыкальной шкатулки то что было в комнате леонардо цвета к чему если все здесь принадлежит рейчел то откуда тут ключ от моей музыкальной шкатулки не знаю я не хочу знать вообще я думаю что возможно кто-то был в твоей комнате не имеет значения как ты можешь быть так спокойно если там кто-то был большего там нет я могу упустить эту возможность разобраться в том что здесь происходит или происходило все ключик забрал ключик от шкатулки шкатулка находилась в комнате опять да николь послушай я уже знаю что ты мне ответишь но прошу тебя поверь не уходи оттуда ну я не могу не могу оттуда может быть ты понимаешь что нашла копию комнаты мертвой девушки это какое-то безумие ты просто чем более жутким странным полезным все это становится тем сильнее я хочу понять почему почему все это мы во всем разберемся вместе с шерифом когда ты уберешься туда я окажешься в безопасном отеле где-нибудь в городе прошу тебя уходи послушай с тех пор как я приехала необъяснимые события происходят у нас другим сам потом телефонный звонок по отключенной линии старая помада которая не испортилась от патрена годы записки ленадо в которых он говорит что видел девушку погибшую 10 лет назад а теперь это и всего этого достаточно чтобы поскорее оттуда убраться мы ведь оба считаем что спасти тебя для нас сейчас самое главное так я смотрела здесь каждый сантиметр никого нет если это правда ты понимаешь что это значит что что ты пытаешься сказать твой отец он провел там года в полном одиночестве все что произошло с твоей семьей с рэйчел висела на нем как камень шеи и он из тех кто просто может взять и махнуть на прошлой рукой ты это знаешь я уж шансы не верю как ты мог такое сказать подумай об этом что если эта комната такое проявление его чувстве любви искаженных может быть даже больных чувств как ты смеешь у моего отца хватало слабостей но то что ты говоришь ни в коем случае забудем о том что он изменил мою материю забудем о том что он любился в 16 лет куму что она все провалилась даже думать об этом не смеет никогда не построил крепный подземник в конце твой отец сильно изменился ты с ними общалась но я встречаю говорю тебе не чихать я хотела то что ты там хочешь мне сказать я просто хочу чтобы ты знал один успеваю если хочешь помочь мне раскрывать правду больше не звони тут я чё тут стоял тут какая-то надпись и здесь на псевдот фол уйти о темный раунд это короче загадка только на английском то которую я проговорил засранец как ты смеешь ты ни хрена не знаешь откуда ты вообще твой минута тишины и покоя наконец смогу собраться с мыслями без этих бесконечных я же не грёвный кому-то так господи боже так попробуй сложить кусочки мозаики я только что нашла отцовская гостиница целую комнату посвященную рачил фостер возможно внутри находятся реально принадлежавшие вещи это просто какой-то сумасшедший дом некоторые считают что она не совершала самоубийство а как ты думаешь что она и вовсе еще жива сосредоточься не коль нужно вспомнить все что я делала шаг за шагом может быть если я вспомню все что дело шаг за шагом я смогу что-то понять 1 телефонный звонок мне сказали что рачил жива потом появляется помада из прошлого да еще и в отличном состоянии и записки моего отца которых он говорит что по-прежнему видит ее если это правда правда это могло бы объяснить что ее подруга видела тогда здесь тимберлейн и теперь я нашла коробку от ее зубной пластины причем пустую коробку возможно эта комната не просто копии если рачил не покончила собой могла здесь жить если она еще жила почему она не рассказала родители если только они все в сговоре никакого самоубийство никаких денег тимберлайн нет это уже какая-то паранойя и потом зачем ей жить в гребанной подземной копии ее комнаты мой ключ среди вещей рачил это какое-то послание какую роль о всем этом играю я папа что ты пытаешься мне сказать моя музыкальная шкатулка с хоккеистом едва ли мне хватит духу еще раз услышите эту мелодию я должна я вот только что-то не припомню где я видел эту шкатулку с этим хоккеистом самым возможно прям в комнате наверху там где она сказала в кабинете отца по моему или в комнате отца решил так как я иду все все равно ту сторону хочу заскочить сюда вдруг я увижу его здесь так что здесь его нашел поемка дальше так не захотел бегать по сокращенным путем решил выбрать длинный потому что там еще заблудюсь заблужусь потеряюсь короче что же за ключик и что же мы найдем в этой шкатулочки чё на такая баса об этот обозлилась на на чувака на этого вроде ничего прям такого но а если реально батя немножко того поехавший и решил построить для нее подземный подземную комнату для комнату под землей так здесь возможно где-то головоломка такая же вот хоккейный хоккеист посмотрим что там 27 декабря 83 года финал хоккейного чемпионата в миссисе миссуле мы играли против старшей школы колд спрингс надо как можно быстрее читать мы выиграли забив золотой гол в дополнительное время я получила медаль за небольшое число побед на сбрасывании если верить газету в эту ночь рычал покончила с собой когда мы вернулись мама едва успела заехать гараж как я уже бежала к тебе размахивая свою медалью бабочка я была так счастлива но у тебя голова была занята совсем другим верно потом вы с мамой начали ругаться голоса становились все громче долгая пауза полная тишина потом она спускается с чемоданами в руках миссис брайс пытается ее остановить мамина машина осталась здесь и мы уехали с дядей джоном я так и не узнала из-за чего началась та ссора мама никогда не хотела это обсуждать папа неужели ты пытаешься рассказать мне об этом обо чем сука день 9 ну давай он наверное пытается рассказать что произошло в тот день о возле запечатанной двери документировать ладно давайте будем документировать в следующей серии а на этом всем спасибо кто смотрел пока